Казахстан, похоже, становится новым центром автомобилестроения и серого экспорта, ставших недоступными россиянам моделей. Так, на алматинском заводе Hyundai Trans-Kazahstan недавно возобновилась сборка Solaris под именем Accent. Штампованные детали для сварки кузовов туда отгружает петербургский Hyundai Motor Manufacturing Rus. Поговаривают, что скоро компанию популярному седану составит и кроссовер Hyundai Creta. А кроме того, нельзя исключать, что корейцы казахстанской сборки через некоторое время появятся и в России, притом легально. А вот другой конвейер, Кастанайский СРАРК Автопром, где трудится свыше 2000 человек, наладил сборку кроссовера Kia Sportage. В ближайшей перспективе компанию популярному паркетнику вдобавок составит седан Kia Cerato. Обе модели будут изготавливаться по технологии полного цикла, включая сварку, грунтовку и окраску кузовов. На запуске новой конвейерной линии присутствовал лично президент республики Касым Жамар Такаев. И здесь интересно вот что. В Казахстане продажи автомобилей Hyundai и Kia сейчас бьют рекорды. За ходовыми версиями стоят очереди длиной от 4 до 6 месяцев. Но вовсе не потому, что жители страны вдруг стали богаче. Есть версия, что минимум половина проданного тиража затем уходит на территорию России. Во всяком случае, у серых дилеров и частных продавцов действительно появились десятки или даже сотни корейцев, везенных от соседей. Впрочем, продавать технику гражданам России формально запрещено. Вот только вокруг этого запрета мгновенно выросла целая армия посредников, готовых решить вопрос. Разумеется, за свой процент. Знают ли об этом головные офисы Hyundai и Kia? Наверное, да. Ведь аналитики были просто обязаны проследить, почему, например, в ноябре продажи Hyundai резко подскочили на 26%, а Kia на 47%. Как минимум, странно запускать новые производства, вкладывая миллионы долларов, если спрос может резко рухнуть. Поэтому ходят слухи, что корейские марки начнут поставки кастанайских Sportage и Cerato, а также алмаатинских Solaris и Cret на российский рынок. Более того, высказывается интересная идея. Дескать, в Казахстане будут разбирать готовые машины, чтобы финальной сборкой занимался бывший завод GM, что под Санкт-Петербургом, покупкой которого как раз интересуются бизнесмены из Астаны. В любом случае, факт остается фактом. У наших соседей сначала перезапустился один, а затем появился второй автомобильный конвейер. И это явно неспроста. Санкт-Петербург Санкт-Петербург Санкт-Петербург